Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей касаемо The Isle of Rima. Ну а перед началом данного ролика хочется выразить огромную благодарность всем нашим финансовым спонсорам и донатерам на канале. Спасибо, друзья, за поддержку. Ну что же, начнем, наверное, для кого-то с хорошей новостью о том, что обновление, хотя, честно, я ее не назову обновлением, фазой, патчем, короче, пофигу полуобновой карты Getaway, которую мы ждали, черт возьми, ровно год. Она вошла в состав игры, но что удивительно, как отдельная ветка в стиме, то есть, по сути, сейчас у нас есть Legacy, Getaway и Spira. Ну а перед тем, как мы продолжим, я бы хотел представить вам новый проект Lost Era по игре Path of Titans. Lost Era — это проект, который подарит вам незабываемые ощущения доисторического выживания без ограничений. Lost Era PvP — это сервер, очень похожий на офф-сервера, на котором есть пассивный рост и множество преимуществ официального сервера. Ну и, конечно, есть некоторые правила для избежания некоторых неловких моментов геймплея. Название сервера в игре Lost Era PvP. Количество игровых слотов — 100, картово Ган 2. Моды отсутствуют, а особенности сервера в игре заключаются в следующем. Пассивные марки за коннект бота к аккаунту в Дискорде. Выдаются в период от 30 в 60 минут. Стандартный множитель роста — 40 секунд с квестового роста — x1, пассивный рост — 200 минут, x1. Почти полное отсутствие правил, ограничивающих ваше выживание, имеются правила чата, но также имеются три правила, ограничивающих выживание. Также на сервере есть наличие бота с командами на быстрое телепортирование в различные локации, которые работают раз в 30 минут. Возможность менять способности только в домашних пещерах и многое другое. А также сейчас у них можно переносить динозавров с официального сервера карты Ган 2 на их игровой. Ссылочка на Дискорд будет обязательно в описании. Я, кстати, уже там. Много чего интересного. Обязательно вступай. Ну что же, продолжим. Да, в Спиро по-прежнему можно будет играть. Но, вроде как, все официальные сервера переехали полностью на ветку Getaway. Ветка Спиро пока что останется вместе с Getaway в течение ограниченного времени, как только игровой процесс Getaway будет признан стабильным. Поддержка Спиро прекратится. И карту отключат. Читал я множество комментариев, и у нас в Телеграме, и вообще в целом во всех соцсетях нашего канала смотрю гневных и расстроенных игроков половина. Оптимизация, как главный вопрос, баги, различные ошибки, провалы и прочее. Да, честно, Getaway, как говорят разрабы, до сих пор нуждаются в техническом дорабатывании, что они и будут делать. Рассуждать и рассусоливать можно вечно. Так же, как и ругаться. Честно, самому порой охота. Как по мне, это не совсем обнова, фаза, патч. Как по мне, это пока те же стресс-тесты, перенесенные, как отдельная ветка, которая будет доработана. Честно, хрен знает когда. Надеюсь, что это, вернее, что на это, наверное, уйдет полтора месяца. Ну, хотелось бы и меньше. И когда внесут новых динозавров, а я надеюсь, что они ускорят темп, тем более обещали уже тест Герреры на этой неделе, хотя я помню, и на той неделе обещали, то тогда выйдет полный фикс, который уберет все ошибки, поправит оптимизацию и даст новых играбельных существ. Да, кстати, кто-то мне писал недавно комментарий, не помню кто, но не суть важна. Такие тела отлетают в бан сразу. Что, типа, Скай, ты нам обещал, ты брехло и... Начнем с того, что я не Донди, я не состою в команде разрабов, я ничего конкретно тебе не обещал, а лишь делаю новости по некоторой имеющейся информации. Здесь мы собираем все факты и доводы, и даем определенные выводы. Так что, как сказал мой один подписчик, чемодан и на вокзал, короче. А что, имею право высказаться? Я аж вас всех люблю. Ладно, короче, едем дальше. Погнали сразу по вопросам и что я смог узнать. Отдельное спасибо моему хорошему другу Ланеле. Начнем, наверное, с анимации Моязавра. Посмотрим. Немного впечатляет. Могу ошибаться, не помню. Мы видели вроде его концепты. Будет ли он наносить хорошие и сильные удары головой лапами, остается загадкой. Но Бли точно будет накладывать ударами лапами. Не слабее ты, но ты думаю точно. Также, до выхода Гэтуэй на основу было два патча. Первый это с некоторыми исправлениями, фиксами и новой системой святилища. Пчелы и мед. Второй исправление исправленного. Да, может показаться смешным, но да бог с ним. Кстати, на канале есть гайд, кому интересно, чекните. И в нашем Дискорде есть некоторая информация. Обязательно вступай, пишись, да. Ссылки в описании. Что могу рассказать про святилища? То, что они будут по мере игры улучшаться. Их механика будет меняться. Появляться, как некоторые прибрежные святилища. Все будет зависеть от биомов. Будут болотные и горные. Честно, в обнову пока не заходил. Есть это или нет, пишите в комментариях. Остальное чекнем на стриме, на ближайшем. До сих пор мне задают вопросы, что будет с Легаси. Давайте закроем этот вопрос раз и навсегда. Легаси будет удалена однозначно. Хотя кто-то говорит, что нет. Они все переиграют вновь. Хорошо, даже если так, окей. Поживем, увидим. Но опять же, возвращаясь к теме. Предупреждение в стиме будет заранее. Чуть ли не за месяц. Да, кстати говоря. Недавно я создал канал на Boosty. Там будут выходить наши ролики с новостями. И думаю, что некоторыми роликами, которые вы, возможно, не увидите совсем на YouTube-канале. А на Boosty намного раньше вы сможете посмотреть эти ролики, чем даже в тот же Дзене. Я думаю, что для развития канала это нисколько не навредит, а лишь поможет мне развиться чуть финансово. Так что обязательно подписывайся. И вообще подписывайся на наш канал и ставь колокольчик. Не ленись. Поехали дальше. Все спрашивали, почему был отключен Птернадон на тестах. Сейчас он, конечно, есть. И вы можете изучить карту свысока. Это сделано было специально, чтобы вы изучали местность карты. На своих четверых или на двоих. Все просто. Искали какие-то объекты и запоминали их. Изучали карту. Пройдемся по штормам и температуре. Да. Определенно эти механики будут. И вроде пока что самая первая это температура. Погода. День. Ночь. Засуха. Зной. И даже вода. Все будет влиять на температуру вашего тела динозавра. Ваших детенышей. Кладку яиц. Однозначно. Это будет офигенная механика. Как вроде в том же Кайнозоик Эра. Если я не ошибся. А вот во время будущих штормов Птернадон и другие летуны не смогут летать. Это они однозначно хотят добавить в будущем. Только представьте себе это. Как потоки воздуха будут сбивать вашего Птернадона. Кстати, меня спрашивали про то, почему здесь, как в Легасе, вода динозавра не замедляется. То есть, собственно, не насыщает вашего динозавра водой. Это будет добавлено чуть позже. И они хотят это вернуть. Ну, там, конечно, еще мутации. Будут перки. Короче, поглядим. Восстановление стамины и долгая регенерация. Как сказал Панч Пакет. Все будет перерабатываться. Это еще не конечная остановка, что мы видим сейчас. По поводу интересной механики. На одном из концептов, вроде у Терезины или у кого-то из Циротопсид, мы видели, что она вроде точила когти об дерево. Если ошибусь, окей, не кидай тухлыми яйцами. Ну, короче, механика заточки рогов. Они хотят это внести в игру. И они будут рассматривать это. Блин, крутая фича, однако, должна быть. Кстати, пиши в комментах, для чего это. С радостью почитаю. Все время меня спрашивали, будет ли рост гипси добавлен в конечном счете. Нет. Они не видят в этом смысл, так как он будет микроскопичным, по их мнению, в траве. Да и рост его, по сути, очень-очень быстрый, начиная с хэтча. Как сказал Донди, ночное зрение всех динозавров еще не раз будет поменено. И, кстати говоря, Донди не понравился эффект от яда дилфозавра, который уже есть. То есть, по сути, будет немного переработан эффект распада галлюцинации. Интересно будет на это посмотреть. Что там нужно доработать, я и не знаю. По мне, оставьте пока так, а то опять на месяцы затянете. Давным-давно я рассказывал о болезнях. И даже, по-моему, Сильвестр Лебовский нам на одном из стримов это говорил. Скажу так, что да, возможно, они планируют их внести в игру. Конкретика спавна на острове Getaway пока не определена разработчиками. То, что мы видим сейчас, возможно, это не финальная часть. Все будет перерабатываться. Как бы это ни звучало, возможно, плохо для кого-то. Диабло Цератопс. Да, он сможет передвигаться в разные стороны по бокам и пятиться даже назад. Мы вроде это даже видели на стриме на Твич у Донде. Эта механика будет пока только у него. Ну и, наверное, напоследок. Геррера. Знаю точно, что 60% игроков ждут выхода этого динозавра. Насколько она будет сильна по силе, как тот же почти Адолт Омни Раптор. А еще и взять то, что мы видели. Насколько с большой высоты она почти убивает Омни Адолта своим наскоком. Короче, посмотрим тесты. Если не за горами, все вместе рассмотрим. Ах да, чуть не забыл. Вроде был разговор про спарринг у пахица-фалозавра в будущем. Но это пока вроде как секрет. Короче, обязательно палец вверх. Подписка на канал. Ну, комментарии, все дела. Колокольчик там жми. Ну, не поленись, не поленись. Поддержи канал. Короче, хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры сделал DimaTorzok